Батюшка Благословитель, Псковская область, Елена. Вот такой вопрос. У меня сын учится в одном из престижных вузов Москвы. И он иногда не то, что жалуется, но вот говорит, что как бы не была у нас национальная политика ведется, что все мои братья, сестры там одевают футболку «я русский, я славянин». И ему приходят однокурсники, одноклассники, говорят, ты никогда не сталкивалась с настоящими теченцами, этими, которые бы тебе в ответ что-то сделали настолько. И как при этом реагировать. И при этом я слышала такое выступление одного из нашего синдридального, как правильно я говорю, что хорошо, что наша молодежь православная, может быть даже неправильно реагирует, но при этом, может быть, когда вот неправильно, там какая-то реакция, когда-то вот избивает кого-то вот из этих вот мусульман, кого-то, то есть она реагирует неправильно, но все равно хорошо. Я не понимаю вашего вопроса. Я понимаю та проблема, которая вас мучает, но я не понимаю, что вы у меня хотите спросить-то? Про футболку спросить? А? О чем вы хотите у меня спросить? Я хочу спросить, как при этом действовать нам, вот, например, православным детям? Если вот... А подождите, а вы что, православные детям? Здесь вот в открытую, что так вот мы вот вас будем, если вы такие все славянины, и вы будете, мы вас будем бить. Обязательно. Не только бить, а будут убивать. Обязательно. А как же? Во-первых, их скоро будет больше. Во-вторых, они будут сильнее. В-третьих, они не разделяют христианские ценности. Понимаете? Христианин по тому, как учит его церковь, если ударили вправо, подставь другую. А у этих другая совершенно ментальность. Поэтому их мамы рожают по 10 человек детей, а у нас от детей предохранятся от бандитов. Ну и понятно, что придет какое-то время, и их будет достаточное количество, а они вообще нас отсюда всех повыгонят. Ну, это правильно. Ну, как-то это же естественно. Это и в лесу происходит, где война идет с рыжими и черными муравьями, или там вот какую-нибудь рыбу хищную поселить в пруду, а она все съест всех остальных и так далее. Наш народ, когда мы были самые плодовитые в Европе, мы заказали музыку. У нас самая была большая империя по протяженности, по площади, по богатству. А сейчас, в силу того, что мы вымираем, потому что мамы хотят сохранить одного своего единства ребеночка, вот, а нужно не этим заниматься, нужно родить 10, тогда не будет такой проблемы стоять. Но тогда придется очень много трудиться, потому что, ну, не мне вам рассказывать, как трудно выносить, родить и выкормить дитя. Это очень тяжелое дело. Вот, и поэтому, конечно, а те ребята, которых вы называете мусульманами, хотя не все совсем мусульмане, и в основном мало что об исламе даже знают. Потому что, чтобы знать ислам, нужно знать арабский язык, а это надо лет 15 учиться, а это не все к этому способны. Поэтому, естественно, они сильнее, конкурентоспособнее, они рано развиваются, и ясно, что они будут вытеснять. Ну, что тут? Понятно. Поэтому это закон джунглей. Понимаете? А мы хотим, чтобы люди, воспитанные, ну, в других условиях, они прям приехали и стали здесь, как зайчики, и подчиняться вообще нашим маменькиным сынкам. Это как-то очень наивно. С какой-то стати. Они сюда приехали завоевывать этот мир. И тут с какими-то криками, паниками, майками там, так сказать, ну, славянин, хорошо, славянин, побудь какое-то время. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!